Сносили и будут сносить. Такова позиция новых городских властей в отношении незаконно установленных ларьков в Ярославле. Сегодня на Московском проспекте ликвидировали еще одну нелегальную торговую точку. Затем, как это происходило, наблюдал Евгений Полковников. В этом ларьке больше не будут торговать пирожками. Он сдавался в аренду, а его владельцу еще полтора года назад нужно было освободить это место. Такое решение принял суд Фрунзенского района, но его не выполнили. Дальше был выписан исполнительный лист и ларек был снесен принудительно с помощью специалистов из МЧС. Ларек занимал участок в 6 квадратных метров. За его использование с владельца незаконного киоска теперь будут взысканы деньги в пользу мэрии. Должник в данном случае не исполнял решение суда по освобождению участка и по оплате суммы за фактическое пользование. В связи с чем было принято решение о его принудительном демонтаже. Должник уклонялся очень долгое время. Ну с такими, как вы видите, без компромиссов. Поэтому лучше, конечно, в добровольном порядке освобождать участки. Решение суда основания для сноса незаконных ларьков. Оно обязательное к исполнению. У проблемы незаконных временных строений есть тенденции. Они поставлены несколько лет назад и многие из них подключились к электричеству без разрешения. Поэтому кроме силовых структур и мэрии, проблему ликвидируют также и энергетики. Подключается самовольно. То есть мы очень плотно работаем с электросетью. Они тоже занимаются этими объектами и по самовольным подключениям рассматривается вопрос о привлечении не только к административной, но и уголовной ответственности. В Ярославле более 300 ларьков являются незаконными. Их судьба будет такой же, если их владельцы проигнорируют судебные решения. Евгений Полковников, Александр Быков, Городской телеканал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова